Итак, создаем базу данных сначала. Игорь, а откуда ты создаешь базу данных? Покажи. То есть, как ты сюда попал? Сейчас я открою в новой вкладке, вот, и мы посмотрим. Мы зашли в C-панель, и мы, значит, идем, мы идем, вот, база данных, вот сюда нажимаем, база данных, базы данных Маскуэль. Ага, понятно. И там делаем уже базу данных. Ну давай. Придумываем базу данных, нажимаем, создать базу данных. Так, это у нас, я уже сохранил себе. Так, вот она чистая, 0,0 мегабайт. Создаем юзернейм пользователя. Так, создаем пароль, генерация пароля. Создать пользователя. Сохраняем пароль обязательно. И назад уходим. Так, значит, еще у нас привязываем. Теперь пользователя созданного надо добавить в эту базу данных. Вот. Попов. И это база данных, пользователь, добавить. Нажимаем галочку, внести изменения. Вот это сохраняем. Оно у меня сохранено. Вот это собираемся сохраняем. Эти данные пригодятся для установки WordPress. И назад идем. Здесь у нас 0 мегабайт, все создано, все. Так, теперь что мы делаем? Теперь переходи в менеджер файлов. Мы уже загрузили этот файл. Этот файл мы взяли на WordPress, официальном сайте, скачали и загрузили. То есть с официального сайта архив взяли и загрузили. То есть он уже находится в корне нашего сайта. В данном случае мы подвязали дополнительный домен. И у нас система создана дополнительный домен. Смотрите предыдущие видео, как это сделали. И сейчас в дополнительном домене мы будем создавать сайт. Давай, Игорь, распаковывай архив WordPress. Так, ты хотел, чтобы он был в корне? Он в корне находится. Так, значит, выделяем zip-овский файл WordPress. Нажимаем извлечь. Так, здесь без черточки у нас получается должно быть. Нажимаем извлечь. Нажимаем клоза. И обновляем страницу. У нас появилась папка WordPress. Она у нас полная. Давай вот этот весь, все разархивированные файлы перенести в корень. Перенести, так. Переместить в WordPress, зачеркиваем. Так, черточку, черточку, помнишь, мы там распаковывали? Там было без черточки. Давай попробуем так. Ну, хоть так, хоть так, давай. Так, на уровень выше переходим. Так, WordPress проверяем. Она у нас пустая, все. Да, эту папку можно удалить. Удаляем. Чтобы она нам не мешала. Шкура, как сказать, змеи. Так, теперь открывай свой домен. Так, вот мы вот это вот убираем. WordPress. И нажимаем Enter. У нас появилась вот такая вот. Вперевод. Так, здесь мы... Здесь надо ввести данные от полученной базы данных. Это только сейчас мы это делали. Которое мы делали. Вот здесь вот. Вот, вот здесь. Вот эти вот, вот это название, вот это вот мы пишем. Вставляем вот сюда. Так, имя пользователя то же самое. Имя пользователя мы вставляем вот это вот. Которое вот это вот. Которое мы внесли сюда. Вот здесь. Ну да, имя пользователя. Так, пароль. Пароль от имени пользователя, когда мы создавали. Так, где мы его найдем, рассказывай. Мы его нажимаем вот сюда. Нет, 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 нет. Ты его сохранил к себе отдельный панел. То есть, когда вот здесь сделали... Когда мы создавали, вот здесь вот. Он у нас сохранен в файлике. Его, если что, можно поменять, правильно? Да. Так, вставляем. Все оставляем как есть и поехали дальше. Запустить установку. Так, все в порядке, если... Так, запустить установку. Запускаем. Так, название сайта пишем для себя, которое у нас будет. Имя пользователя и пароль. Эти две составляющие для входа в админку WordPress используются. То есть, это новые данные. Они не должны быть такими же, как пользователи. Галочку оставляем и нажимаем установить. Так, хорошо. Все, система нам сказала, что WordPress установлен. Нажимаем «Войти» и вводим имя пользователя, который мы только что придумали, и пароль. Так, вот это вот сохранить надо, потому что у меня, чтобы там это... На всякий случай сохраню. Так, заходим. Так, сразу меняем рубашку. Будем записывать это? Давай, давай, запишешься. Так, сразу меняем рубашку, идем в импорт. А, стоп. Сначала в темы идем. Внешний вид темы. Я хочу поставить собственную рубашку для сайта, которая нужна. Не вот эти вот все штампованные, а именно та, которая мне нужна. Она у меня сохранена на компьютере. Так, я сейчас ее найду. Вставляем имя сервера, имя пользователя FTP. Так, сейчас мы покажем, где это все находится. Так, и пароль. Так, где это у нас находится, узнать можно. Это можно в C-панели узнать. Так, это нам можно узнать. Где она, где она, где она? Так, в FTP аккаунты нажимаем. FTP аккаунты. И мы узнаем наши... Так, что у нас там? Вот посередине видно. Имя для входа. Вот, имя для входа вот это вот. Да. Дальше. Дальше. Настроить FTP. Настроить FTP. А, ну вот, все. Здесь имя пользователя, и сервер есть, а пароль у нас... Где мы находим пароль? А вот здесь же есть кнопочка «Изменить пароль». Нет, нет, нет. Не вверху. Не вверху. Вот здесь же, вот смотри. Посередине экрана, вот где ты нажимал «Настроить FTP клиент» с правой стороны. О, «Изменить пароль». Вот, вижу. «Изменить пароль». Туда кликает. Да, это для... Если изменить пароль нужно. Я его сохранил, я его менять не буду. Вот он у меня есть, база данных. А, FTP. Это разные, нельзя их путать. Это разные пароль. Это еще один пароль. Все пароли надо записывать. Все логины надо записывать. Так, теперь, что мы, куда? Так, вот я FTP сюда вставляю. И меняем рубашку на сайте. Какая мне нужна. Так, все. Перевод успешно обновлен. Все, все. Вроде бы все, да? Активируем. Так, все здесь есть. Теперь нам надо экспортировать то, что мы скопировали, контент. Да, с предыдущего сайта. То есть мы сейчас занимаемся переносом данных с сайта. Нам надо загрузить плагин WordPress. Как он? Импортер. Устанавливаем его. Так же вставляем FTP пароль. Плагин успешно... Так, активировать плагин. Установлен. Так, и выбираем файл. Да, и выбирай файл. Этот файл мы сохранили, когда сайт находился в другом хостинге. Это... Тогда мы нажимали экспорт контента. Здесь выбираем свой юзернете, ставим галочку и нажимаем. Все у нас скопировано. Сейчас перейдем на сайт в новой вкладке. Вот у нас рубашка есть. Ее нужно еще подтесать немного. Так. И здесь значит, что логотип сайта мы можем изменить. Кстати, вот картинки все-таки не скопировались. Ну, вручную. Вручную. Так, сейчас я еще дополнительно хочу показать, как поменять логотип. Это... Давай сразу покажи. Я уже не научился, как бы этого делать. Заходим в контент. То есть сайт мы уже таким образом перенесли. За несколько минут. Контент в папку. Заходим в папку... Ищем свою тему. В своей теме ищем имагис. 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 И здесь есть папка лого. Мы сейчас посмотрим, чтобы убедиться, что это не то лого, которое нам надо. Смотрим. Интернет бизнес, обзор современных и надежных. Это нам не надо. Нам надо установить другую. Мы эту папку удаляем. Это не папка, Игорь. Это файл. Файл. Этот файл удаляешь и вставляешь с таким же названием, только с вами. Да, обязательно. Запишем название. Вот лого PND. PNG. Удаляем эту папку. И теперь мы... Теперь мы... Вверху загрузить. Загрузить. Загружаем в эту папку тот файл, который у нас вот. 460... А, это в JPEG, а тот в PNG. Это в JPEG, а это... Это в PNG. Давай в PNG. Лого в PNG было. Да. Ну, значит, давай. Так, может быть, этот комплект выполнился. Вот он появился. Лого PNG. Так, мы просто сейчас откроем сайт сначала и убедимся. Должно сразу отреагировать. Да, вот она, поменялась, логотип. Все. Ура, нормально. Все. Поменялась. Там даже смотреть не надо, она просто... Я не знаю, почему там так. По ошибке была какая-то. Так, ну все. Здесь Содружество поменялось. Теперь мы будем те же самые плагины закачивать, которые у нас стояли раньше. Для этого вам рекомендую записать все плагины, названия. Вот. Ну все, на этом пока все. Правильно? Да. Спасибо, Игорь, за такое подробное объяснение по установке. В общем, вдвоем разобрались, как с одного хостинга, а откуда мы переносили, с какого хостинга? С хостинга Джина. С хостинга Джина перенесли на хостинг Access Corporation, на V-Webs. С вами были Сергей Чураков и Игорь Попов. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, делайте обсуждения, пишите. До скорой встречи. До скорой встречи. Продолжение следует...